Продолжение следует... 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 Мы в образах, в платьях играем, но есть предварительная подготовка, обязательная. И, например, спектакль «Тартюф» у нас такой идёт с высоким мальеровским стихом. И текст перед спектаклем повторять обязательно, потому что иначе ты просто выйдешь и перед тобой белый лист. Тем более «Тартюф», который идёт сложнейшим стихом наизусть. Вы, кто видел этот спектакль, знаете. Это перевод Михаила Лозинского, который, кстати, Серёжа Барковский, он его сам доделывал. И в «Мольере», сейчас в пьесе «Вновой» он играет кусочек из «Тартюфа». Это была его инициатива, Семен Яковлевич одобрил. И он играет прямо отрывок из сцены с Эльмира и говорит своей подруге, что вот Эльмира говорит это. То есть сам Мольер пишет эту пьесу, и Серёжа сам эти стихи Лозинского обрабатывал. Он сам нам рассказывал, и поэтому он внёс кусок «Тартюфа» в новый спектакль, где он играет Мольера. Это получается очень интересное сочетание. Да, сейчас получилась полная гармония. То есть спектакль «Тартюфа» идёт на малой сцене, идёт давно. А сейчас Семён Яковлевич поставил на большой сцене «Кабалу-Свитош», где Серёжа тоже в главной роли. И сейчас произошло соединение между двумя сценами. Серёжа играет отрывки из «Тартюфа». То есть он в «Кабале-Свитош» пишет «Тартюфа». Это было его предложение. Он прямо перед нами создаёт пьесу. Потому что у Михаила Афанасьевича Бугакова в этой пьесе этого нет. Это чистая инициатива Серёжина. И он на аванс-сцене пишет этот прекрасный текст. Мы видим, как он возникает. И он пишет именно вот этот огромный диалог, огромную сцену в «Красном» из «Тартюфа». Прямо пишет на наших глазах. И теперь у нас происходит перекличка с той сценой. И они как одно целое. Когда зритель смотрит «Кабалу-Свитош», ему хочется посмотреть «Тартюфа». И получается как бы такой полный комплект. Интересно, что он действительно убрал из Серёжи некоторые Михаила Лозинского фразы убрал, которые дублировали, и некоторые изменил. И вот он этот текст, над которым он сам как поэт работал, у него, кстати, поэтический талант, он пишет лёжа на сцене и потом вот своей музеи читает и объясняет. И поэтому это один из самых для меня ярких моментов в «Мольере». — И почему мы ещё так долго говорим о Серёже? Потому что следующая встреча творческая будет Серёжа Барковским, правильно? — Мне сказали, что в это кафе буквально в июне собирается приехать Сергей Барковский. Так что следите за рекламой. — Давайте ему поаплодируем. Он наш любимый друг. И в день спектакля меня лучше не трогать Потому что если ко мне кто-то обращается с какими-то речами или просьбами То он не получает ответа, я хожу мрачная и погруженная уже в спектакль И Кирилл это знает, мои родные это знают И в день спектакля меня оставляют в одиночестве Но за два дня до спектакля я начинаю бегать по стенам, нервничать И Кирилл говорит, да что такое, что ты нервная такая Я говорю, что-что, у меня текст Мольера, между прочим И он говорит в один прекрасный день, ну что ты так переживаешь, я просто буду тебе помогать И у нас теперь такая традиция, мы перед, за два дня до спектакля, мы повторяем текст вместе Сережа Барковский об этом знает, я говорю, что у тебя растет конкурент И если что, Кирилл может запросто уже сыграть Тартюфа Ну сыграю скромно сегодня, Сережа ты наизусть говорит, я на это не способен, но ты на это способна Но мы ни в коем случае, конечно же, не играем, мы просто вам показываем кусочек репетиции, так сказать То есть приглашаем вас за кулисы, за нашу интимную жизнь На кухню На кухню, да, на кухню Ну что? Ну что? Пусть благодать небес, источник черщи дрот, вам праве души и тело не спошлет И долгодетствие, как их об этом молит смиреннейший из всех, кому их свет будет Я благодарна вам за добрые слова, но только, может быть, переседемте сперва? Так вы отправились, отложили краткий Да, это приступ был, по счастью, очень краткий Но я не возносил ни одного моления, в каком бы для вас не жаждалось зле Мне правосовестно такое слышать речь Чтоб ваше нежное здоровье уберечь, готов я своему нанести ущерб здоровью Да, крестьянскую неверенную любовью И перед вами я в весьма большом долгу Я сделал бы для вас и больше, чем я Мне с вами кое-что поговорить бы надо Никто не слышит нас, и этому я рада Я этим восхищен И с вами сладко мне Сударыня вот так побыть наедине Об этом я давно молил с тоской уж гучей И небо, наконец, мне посылает случай Хотела я вопрос задать вам небольшой, но отвечайте мне с открытой душой И я сам всегда мечтал о счастье и высоком все сердце целиком явить пред вашим оком Сказать, что если я и световал о том, что прелесть ваших чар всех манит в этот дом, то был руководим Один не неприязнью, а только рвенью и набожной боязнью порывом В этом я уверена была о вас, о моей душе заботу О да, сударыня И для ее спасения А я не жмите так Ну то избыток рвенья И если я сделаю вам больно хоть слегка, то я готов сейчас Но где у вас рука? Я бархат пробую Какое набрабочное? Нет, пожалуйста, я не терплю щекотки Какого в наши дни достигли мастерства? Что за прелестная ей-богу кружева? Мы, кажется, во всем доходим до пледения Вы правы, но нельзя вернуться к сути дела Я слышала, мой муж, затеянный брак и прочая дочь за вас Скажите, это так? Об этом речь была Но, должен вам признаться, совсем не к этому мечты мои стремятся Иные прелести мой привлекают взгляд И вожделенное блаженство мне сулят Конечно, вас ничто не обольстит земное Нет, сердце у меня в груди не ледяное Я думала, свой взор вы к небу возвели и вам неведомы желания земли Любовь, влекущая наш дух красотам вечным Не гасит нас в любви красотам быстротечным Легко умиленные очи и сердца Предсовершенными созданиями творца Ведь то его лучи сияют вам подобных Но в вас он сочетал всю прелесть чар безглобных Он вашему лицу дал яркость красоты Смущающую взору Влекущую мечты я не в силах зреть Ваш облик совершенный Не восхищаясь в нем Жиздителем вселенной И пламенной любви не повторять слова Пред самым редкостным подобием божества Но боялся я, что этот пламень томный Быть может духа тьмы подарок веролонный И вас бежать я замысливал в тиши Дабы не жертвовать спасением души Но понял наконец, о, сладостная дива Что в этой страсти нет греховного порыва Что целомудрия не осквернит она И сердце с той поры вам посвятилось полна Я очень терзостен, сударыня Я знаю, когда я говорю, что сердце вам вручаю Но мне надеждою лишь ваша доброта Убогих сил моих мне явственно черта Вы для меня такой отрада, упования Вы можете мне дать блаженство и страдания И всю мою судьбу решает ваш ответ Я счастлив, если да Несчастлив, если нет Вы очень горячо излили ваши чувства Кто бы ожидал от вас подобного искусства Но ежели у вас так беззащитна грудь Вы подумали сначала Хоть чуть-чуть Благочестивый муж Который целым светом Да, я благочестивый Но человек при этом Пусть речи о любви в моих устах не вместны Но я ж, сударыня, не ангел бестелесный Если слов моих приступен страстный жар То это действует прелестных ваших чар Едва их дивный блеск Узрел мой взор несчастный Моей владычицей Вы стали полновластной божественных очей Незрещенный свет Сломил мной на себя наложенные обеты И переселил все Посты, молитвы, слезы И к вашим прелестям мои направил грезы Ах, если вас найдут Хоть каплю сострадания смиренного раба Душевные терзания И ваши милости его вознаградят Склонив к ничтожеству Великонушный взгляд Я буду к вам всю жизнь О, нежное видение Невыразимое питатель Благоговорение Со мной ваша честь вполне ограждена И ни малейших жертв не требует она Тогда, когда горим Мы горим невидимым огнем И никогда никто не узнает о нем Мы так заботимся О нашей доброй славе Что наши милые Тревожатся не вправе И награждаем тех Кто с нами не был строг Любовью без молвы И негой без тревог А не боитесь вы Что я сейчас возьму И расскажу про все Супругу моему Так из-за вашего любовного Недуга Вы потеряете Испытанного Друга Я Я думаю, что ваш Дух Высок И не злобив И вы простите мне Мой дерзостный порыв Забудитесь, что я Покорен вашей власти Не совладал с огнем Вас оскорбившей страсти И примите в расчет Вы не в собственной красе Что я же не слепец И человек, как все Другую, может быть, Просили бы напрасно Но вас Понимают Я все-таки согласна Я, может, так и быть Ни слова не скажу Но и на вас зато Повинность наложу Содействовать тому Но честно, без обмана Чтобы вступили в брак Валер и Марианна Отнюдь не посягать в ущерб Чужим правам На ту Которая принадлежит Не вам И И тут выпекает Валер Но Валер с нами не репетирует К сожалению Так Я смотрю на время Прошу прощения Мы для вас подготовили цикл стихов С Натальей Читать мы будем по очереди И там некоторые вопросы вам будут Извиняемся, мы чуть-чуть будем подсматривать Потому что у нас менялись все время стихи Мы выбирали до последнего Чтобы это сочеталось как-то вместе И идея такая родилась Потому что Кирилл сам пишет стихи У него выходят книги со стихами Вот немножко познакомить вас С его творчеством И не только с его Огромный город Синний небес Их бездна яркость перочинна И облаков шишавых лес Боет, что настает кончина В ней осень Они текут Гирляндой розового дыма И сеной царственный уют В стеклянной пасте херувима Что охраняет город сей И прыжет каменную пеной Сухие отблески камней В шершавом рубище вселенной Фонтанов сизые глаза Поют негаснущей струёю Рождают чудо голоса Над непокрытой головою О, это солнце Этот блеск Мне ничего сейчас не надо Лишь только слышит небо блеск С утра склоняюсь до упаду День правды И моя нога Ступила в дверь иного племя Париж Открыл своё лицо И трогнувши Застыло время Стихи Кирилла Тера читал автор В любви, как в ревности Не ведая предела Ты прав Безжалостной бываю я порой Но не с тобой, мой друг С тобой бы я хотела Быть ласковой И нежной Сестрой Сестрою ли О, яд Несбыточных мечтаний Ты в кровь мою вошёл И отравил её Из мрака, из лучей Из странных сочетаний Сплелося чувство Странное моё Не упрекай меня За счастье мгновенья Другим, быть может, я Страданье принесу Но не тебе, мой друг Тебе Восторг забвенья И сладких слёз Небесной Глаз Стихи Миры Латвийской Боритессы Серебряного века Читала Наталья Полина Ага А сейчас Мы хотим Чтобы вы Очень внимательно Послушали стихи Кирилла Тера Потому что После того, как Он прочитает И я прочитаю Мы Мы хотим Задать вам Вопросик Один И тот, кто первый Ответит Мы сделаем Очень-очень Хороший подарок Но Ответ На наш Вопрос Будет Заключаться В Кирюшином Стихотворении О Грузия Страна Вина И Синик Спросить Уночей Не говори Мне о любви Я Сам тебе Скажу о ней О Времени Чудесный круг Плывущий Словно Бег саней Моей стрелы Летящий Крик Звучит То тише То сильней Он Радостный Твой гордый юг Который Пушкин Воспевал Мне Не дает Покоя Вдруг Мне снится Парус И штурвал На безымянном Корабле И весел Звонких Монолог И В нерожденном Сентябре Я слышу Море Нежный Вздох Да Черного И твоего Ты Грузия Страна Огней Не говори Нам о любви Дай рассказать Самим о ней В твоих очах Бечать веков Неповторимости Твоей Мы шлем Таинственный поклон Не прогневись Когда сбежим Со знаков Овна на челе И в трюме С золотым руном О Грузия Страна вина И синих С проседем Ночей Это стихотворение Было написано В прошлом году Когда мы Были в Грузии Прямо На берегу Черного моря Извините Будем подсматривать Извините Будем подсматривать Недавно Бедный Музульман В Юрзуфе Жил С детьми С женою Душевно Почитал Священный Алькарант И счастлив Бедный Бедный Махмед Так звался Он Прилежно Целый день Сходил за ульями За стадом И за домашним Виноградом Не зная Что такое Олень Жену свою Любил Фатима Это знала И каждый год Она Детей Ему Рожала По нашему друзьям Хоть это и смешно Но у татар Ведь так Заведено Фатима Раз Она в то время Несла трехмесячное премие А каждый Ведает Что в эти времена И даже самая степенная жена Имеет прихоти То эти То другие И боже упаси какие Фатима Говорит Умельному женку Мой друг Мне хочется Ужасно Каймаку Теряю память Я рассудок Во мне так и горит Желудок Я не спала всю ночь И не смотри Душа Сегодня видная Совсем не хороша Всего мне Стоит опасаться Боюсь я даже Почесаться Чтоб крошку не родить Сметаной на носу Такой я муки Не снесу Любезный Миленький Красавец Мой дружочек Достань ты могу Хоть маленький Кусочек Махмед Размежился Собрался Завязал В кушак Тарелку Жестяную Детей Поцеловал Детей Благословил Жену поцеловал И мигом В дальнюю долину Побежал Чтобы порадовать больную Не шел он А летел Зато в обратный путь Пустился по горам Едва Едва Шагая И скоро стал искать Совсем из немогая Местечко Чтобы отдохнуть По счастью На конце долины Увидел он ручей Добрел до берегов И лег в тени ветвей Журчаньи вод Дерев вершины Душистая трава Прохладный бережок И тень И легкий ветерок Все нежила Все говорила Люби Или почивай Люби Таких затей Махмеду В ум не приходила Хоть он и мог Но спать Вот это мило Благоразумней И верней Зато Махмед Как царю снул В долине Положим Что царям Приятно спать Дано под пол Дахином На перине Хоть это впрочем Мудрено Вопрос очень-очень простой Чьи это стихи? Кто первый скажет тому приз? Кирилл, твои Нет Наташа Нет Нет Такой-такой Я написал Угу А подсказка была у него в стихотворении Повторить нужно еще Пушкин Правильно Да Кто сказал Аня была первая А потом Леша Значит, Аня и Леша получают по одной бесплатной контрамарке на тортюх У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Рыб прозрачных чешуя, пела песня на закате, Ты спустилась из дворца в незастегнутом халате. Холодел задыркой лес, птицы небо покидали, Звезды спутницы чудес, в речку прыгали, плясали. Вниз неслись, не чтя луну, ты умела целоваться, Звезды сразу шли ко дну, не успев засомневаться, Может, не правы они, что меня с тобой скрывают? Так далеко до зари, может, рано они тают? Бродят звери, спит вода, ничего кругом не видно, Кувыркается луна, в одиночестве обидно вечно время коротать, Осенью длиннее ночки, для кого-то время спать, Для кого-то ставить точки. Рыб прозрачных чешуя, пела песню на закате, Ты спустилась из дворца. Это мое любимое стихотворение Кирилла Тера, Оно получило первую премию, Конкурс, был такой международный конкурс, Куда собрались все поэты со всего мира, Номинация, самое романтическое стихотворение в этом конкурсе. Все правильно? Да, и с ними произошел такой интересный казус, У меня были там другие стихи про Петербург, И они начали разбирать комиссии, Это было в онлайне, Достоинства и недостатки моего стихотворения. Нет, но они всех разбирали. Они всех разбирали, да, Вот это они не разбирали, Там был специальный конкурс, Кто хотел туда, Кто не боялся, Чтобы его разбирали, Но они там просто смешали вообще с пеплом Мое стихотворение, И тогда мне пришлось... Они разбирали вообще по косточкам, Я тоже присутствовала, Я была просто в ужасе, Потому что я думаю, Как же потом поэты будут писать стихи, Потому что это было очень жестко, Там сидели такие маститые поэты, И они прямо по всем правилам Разбирали на составляющие, И это было, конечно, Серьезное испытание. И когда они закончили, Это было довольно-таки долго, Они закончили, И была такая пауза, И Кирилл сказал, Ну, что я могу ответить? Я просто скажу вам Словами одного великого поэта Головина. Евгений Всеволодович. Евгений Всеволодович. И что ты сказал? Из обнаженного лезвия Теки моя кровь, теки, Я знаю, что слово поэзия Это отнюдь не стихи. И тогда они замолчали надолго И дали ему еще один приз За оригинальность, Приз от жюри. Я не любви твоей прошу, Она теперь в надежном месте Поверь, что я твоей невесте Ревнивых писем не пишу, Но, мудрый, прими советы, Дай ей читать мои стихи, Дай ей хранить мои портреты, Ведь так любезны женихи. А этим дурочкам важней Сознание полной победы, Чем дружбы, светлые беседы И радость первых теплых дней. Как даже счастье гроши Ты проживешь с подругой, милой, И для присыщенной души Все сразу станет так постыло. В мою заброшенную ночь Не приходи. Тебя не знаю, И чем могла б тебе помочь От счастья я Не сцеляю. Анна Ахматова читала Наталья Ахаревна. Продолжи, Антош, продолжи. Хоровод кружился, А король грустил. Не было с ним рядом Той, кого любил. В церкви мессу пели, А король рыдал. Не было с ним рядом Той, кого желал. В роще птицы пели, А король не пел. На себя он руки Наложить хотел. Я все это видел. Были мы вдвоем С той, которой не было Рядом с королем. Слава тебе, Безысходная боль. Умер вчера Сероглазый король. Вечер осенний был, Душу нал. Муж мой, Вернувшись спокойно, Сказал, знаешь, С охотой его Принесли тело, У старого дома Нашли жаль Королеву. Такой молодой, За ночь одну Она стала седой. Трубку свою На камине нашел И на работу Ночную ушел. Дочку мою я сейчас Разбужу, В серые глазки Ее Погляжу, А за окном Шелестят До поля Нет На земле Твоего Короля. Это вот мы в паре связали стихи. Это была Анна Ахматова, А я прочитал Стихи Мариса Фабера. Это На самом деле, Если кто-то Узнал, Это Текст Леши Раков, Наш друг И саксапонист, Который с нами выступает Из группы Странные игры. Он написал музыку. Это Песня Из Красной волны Пластинки Странные игры. Но просто Когда читаешь Фабера Как стихи, Это звучит Получился один. Когда Когда Закончатся Сигары, Сигареты, Когда Закончатся Все Водки И Ликер, Насвистывая Древние Сонеты, Я Проберусь К тебе На кухню Прекрасный Вор Меня Найдешь Ты За Распитием Миндаль И Выдаст Меня Скрежетом Сандаль Но Похищение Жидкости Ты Назовешь Оригинальным Алхимией Зовущей Вглубь И Вдаль Давай Споем На Летней Кухне О Цикадах Прими В ладони Вечернего Вина Я Расскажу Тебе О Тальших Звезд Декадах Со Мною Никогда Не Будешь Ты Одна И Шутку Моей Ты Восхитишься Зацветет печальная земля тогда, когда. Мне снилось, мы умерли оба. Лежим со спокойным взглядом. Два белые гроба поставлены рядом. Когда мы сказали довольно? Давно ли? И что это значит, но странно, что сердцу не больно? Что сердце не плачет. Бессильные чувства так странны. Застывшие мысли так ясны. И губы твои нежеланные, хоть вечно прекрасны. Свершилось мы, умерли оба. Лежим со спокойным взглядом. Два. Белые. Белые. Грох. Поставлены. Рядом. Белые. 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 Ну, это, на мой взгляд, это метафора Гумилёва о любви с Ахматовой. Ну, конечно. Конечно. Ну что ж, среди жизни и смерти, мы сегодня у нас есть такая песня «Жизнь или смерть», но мы ее назвали «Жизнь», мы ее позже споем, а сейчас друзьям духовных, это очень важно, когда с друзьями по духу ты не часто видишься, как со многими из вас сегодня, но зато по духу ты чувствуешь, что это тебе родные люди. «Друзьям духовным» написано буквально перед нашей встречей. «О Боги всемогущие, как и больше Бог, о Бог единый, на свете есть друзья, одни воистине, духовные друзья, друзья по духу, они не предадут и желчью не отравят, сомкнув сердечный ток в венце творения, они в величии слов, другие же случайные знакомцы, те, кто себя друзьями называет на помощь, не придут». «Умрешь, точнее, в мир другой уйдешь, не вспомнят, лишь горевать пытаюсь, пока зно, пока и сами не умрут, тогда лугавые узнают силу правды. Друзья духовные, я к вам всегда взалкаю, бесценные, вы россыпь ангелов в мирах далеких и нездешних, «О человек, они тебе необходимы, посредством их с тобой говорит Господь о самом сокровенном и невыразимом, о самом неподвластном, неподвластном любым по точности словам». «Друзья духовные, и даже те, которых я не знаю, теперь или забыл, или когда-то все же вспомню, и те, которых я в грядущем различаю, «Я гимн пою вам вновь воскресшей мирой». «Вы мысль сердца, вы кристалл души и песня Бога, я вас люблю, насколько бедный человече любить умею, вдохновляясь символикой любви, она нельзя, не знает слова». «Благословенны будьте, духовные мои друзья, в мирах, в веках и во вселенных бесконечных, и имя вам одно, и это имя знает и благословляет Бог». «Посвящаются вам духовные друзья». «Так, ну и последнее стихотворение, я его тоже буквально перед встречей нашла, мне очень оно понравилось, хочу тоже вам почитать». «То есть у Наташи сегодня программа была из женских стихов, кроме Гумилёва и Пушкина». «Назначь мне свидание на этом свете, назначь мне свидание в этом столетии, я жить не могу без твоей любви, вспомни меня, оглянись, позови». «Назначь мне свидание в том городе южном, где ветры гоняли по взгорьям окружным, где море пленяло волной семицветной, где сердце не знало любви безответной. Ты вспомни о первом свидании тайну, когда мы бродили вдвоем по окраинам, между домиков тесных, по улочкам узким, где нам отвечали с акцентом нерусским. «Пейзажи в Брянь были бедные, жалкие, но вспомни, что даже на мусорной свалке, жестянки, скалянки, сверканьем, алмазным, казалось, мечтали о чем-то прекрасном. Тропинка все выше кружила над бездной, ты помнишь ли тот поцелуев поднебесно числа? Я не помню, но с этого дня ты светом и воздухом стал для меня. Пусть годом мчатся в круженье обратном, и встретимся мы в переулке гранатном. Назначь мне свидание у нас на земле, в твоем потаенном сердечном тепле. Друг другу навстречу по-прежнему выйдем, пока еще слышим, пока еще видим, пока еще дышим. И я сквозь рыдание тебя заклинаю, назначь мне свидание, назначь мне свидание, хотя бы на мгновенье. На площади, людной, под бурей осенней, мне трудно дышать, я молю о спасенье. Хотя бы в последний мой смертный час, назначь мне свидание, в синеве твоих глаз. Ну что, попоем, да? Да, друзья. Да, друзья, хочу сказать пару слов. У кого есть возможность слушать кассету? У кого есть кассетный магитофон? У кого? Молодец. Это первый альбом группы «Новая Австралия», который вышел в 93-м году во Франции. Вот, и подарок. Подарок. Горитет. Ты пьешь, ты пьешь, ты пьешь. Нету? Я сказал, пьешь. Нету? Спасибо, что пьешь. Не, это забывай. Он передашь. Есть, в котором можно мотать его. Ты хочешь кассету? Ну, мне просто некуда себе. Ну, ты рандаж есть, и я знаю, как ты пьешь. Я знаю, что ты пьешь. Главное, сказала его жена, есть все-таки на даче кассетный магнитофон. У тебя есть, Леночка? А у меня есть. У тебя есть? И у тебя, Леночка? А у тебя где, на Урале? У меня вообще на Альбом. Открывайте кассету, я подпишу вам. Это первый альбом вообще, который вышел. Кирилловой музей. Валерий, конечно. А, Валерий, конечно. И. Да, дорогие друзья, и вот еще книга, да, моя. Я ее сегодня не продаю. Круги на незримой воде, посвященная нашему с Наташей духовному мастеру и Владимиру Григорьевичу Скипанову. Но кому интересно, ее можно заказать на сайте. Она здесь в магазинах закончилась. На сайте издательства «Традиция». Она стоит недорого. Просто кто заинтересуется, может подойти, и я расскажу, как это сделать. Вот так она выглядит. Круги на незримой воде, семилетний труд. Там про Наталью есть целая глава. Про наше знакомство. Про хвостерка там есть и так далее. Надо начинать. В связи с Квадземией. Кто был на нашем последнем концерте, помните, в Питере в 19-м году? Это был наш последний концерт. Помним. Вот там, по-моему, Саша был, и Йона была. Где мы с Йоной познакомились? Господи, это было сто лет назад. В Нико-Баре, который был Парабелло. Парабелло в Нико-Баре. И в Цоколе потом еще был. А, не, в Цоколе. А, после него был в Цоколе точно. Так, ну ладно, хорошо, давайте начинаем. Я жить не могу без твоей любви. Антон Алистов, прошу любить и жаловаться. Это наш друг, и мы уже много лет вместе работаем. Мы познакомились в Париже. И сейчас начали, приступили, наконец-то, к записи нового альбома с барабанами. У нас на барабанах Сережа Малахов, артист молодежного театра на Фонтанке, который даже специальный инструмент изобрел для нашей записи, который называется «Куча бубен». Такая рогатка, и мы его, как бы, используем. Но будем долго писаться. В Париже будем сводить и записывать голоса, инструменты здесь. Это долгая история. Будем блоками. Вот сейчас мы записали первый блок, две песни, мы их сегодня споем. В акустическом варианте. В акустическом варианте. Снова ангел смотрит на нас с высоты. И по крыше ходят сухие годы. Снова небо прибывает с синей волной. И улыбка, ты остаешься со мной. Вновь начинается гроза, и убежать никак нельзя. Диме не сказали, мне не сказали, что так нельзя. И под вечерней ют звездой Снова смеется рыцарь твой. Помах с тобой лунной тропой Снова лунной тропой Снова лунной тропой Время лечит и время Летон траверскому флэш, Не банальность книгу жизни одной. Ну а счастье, этот радостный век, Нам подарит вечности юные родни. Сувор, ресурс, дюйдер, дюйдер. Начинаются гроза, И убежать никак нельзя. Тебе не сказали, мне не сказали, Что так нельзя. И под вечерней звездой Снова смеется рыцарь твой По мостовой лунной тропой Убегает вода. И все так как анчет мальдитан, Все не хлебой и не хлебой. Тю не пах пах, Тю не сэ пах, Уэ там гуаль. Там ленью и плэнь дэкуаль, Тан чеварьет и рич параль, Сутан гэта, Дурэ камонс, Вэ там наваль. Там начинается гроза, Гроза. Вот сейчас мы сыграем одну из сравнительно новых песен, Которые приступили в электрозаписи, И для которой специально изготовлен был инструмент Куча Бубен. Угу. Было написано некоторое время назад, но сейчас она даже стала открывать. И от ненужных ситуаций, Прекламных агоний и мутаций, Оттельный и лучших алагуров, Лишит путь свободных трубатуров. Угу. 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 Уминный, Угу. Умный, Угу. Куритный, Угу. Не быть те архитектуры, Но вагел сердца нес нам личный мозг, Безумный и свободный трубадур. Гори от ненужных ситуаций, Рекламных агоний мутаций, От теле лучшего лагуров Лежит путь свободных трубадуров. Гори от ненужных ситуаций, Рекламных агоний мутаций, От теле лучшего лагуров, Лежит путь свободных трубадуров. Гори от ненужных ситуаций, Рекламных агоний мутаций, От теле лучшего лагуров Лежит путь свободный в труботу Далеко от нервных ситуаций Это окси-кан, ритм, окси-танк, окси-танк Спасибо Сестрёнки врубаются в земы Они не похожи на нас Котельных и на бульварах Вершинный глобальный заказ А кто-то плюёт, а ловит И получает взамен Скуку прокуренной кухой И клетку домашисты А у нас пьяные пляски требуют Назовёт шерлуду Я буду спать под забором Ты замерзай в снегу Художники режут уши А девы плачут на взрыв Покрячники в камуфляже На копья подняли стыд У пуполики неврастения Меломания большинства Драконы их подсознания Спят тупо дрожья алма А у нас пьяные пляски трезвые На завязчем лугу Я буду спать под забором Ты замерзай в снегу Из полчища горзых хряков Поизникает порочный круг Хряки приветствуют хряков Их отряды бродят вокруг Припухло смырное время Летует бодрый цинизм Внуки Бергель Матвеля Воспевают минимализм А у нас пьяные пляски трезвые На завязчем лугу Я буду спать под забором Ты замерзай в снегу Пьяные пляски трезвые На завязчем лугу Я буду спать под забором Ты замерзай в снегу Мерси 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 Бабу Еще одна песня, которую Алексей Вайскенко Очень любил мой друг И наставник поэзги Он даже подпевал в ней И наставник поэзги Глаза мои сорваны бегом лунь Отцы мои тронуты бегом струн Глаза существуют вне стен Отцы существуют вне вен И я собака И я собака И я собака И я собака Вау 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 Лай моя песня Еда моя, воздух Лай моя, песня Из миллиона я не вывью, из вести уныло топчат Кривду дорог, я не помню, где солнце, не вижу, где бог Я собака, я собака, я собака, я собака Высоты поэтика, иссилятся слоги, под ножением видны, конятся боги А я вода горстой, горстями с глазами, я рад, что звезды не взорваны вами Я собака, я собака, я собака А может быть, я кошка, а может быть, я кошка А может быть, я кошка О, 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 о В Париже после концерта к Кириллу подошли девочки, молоденькие, хорошенькие, говорят, нам больше всего понравилась песня «Я собака, скажите, о чём она?» Побеседы ночью. Очень интересно, однажды вышел диск в Питере, я помню, в 2000-х годах, и один критик, значит, московский, пишет на эту песню «Да, сразу видно, что песня написана за границей, и тоска по родине прёт из каждой строчки группы «Новая Австралия». На самом деле песня была написана до того, как я уехал за границу, как предчувствие. Это очень старая песня, одна из самых старых, написана в 90-м году, на кухне, кстати. Ночью. Я. Вот, и она очень актуальна, и самое интересное, что там есть такие строчки, как «Славно жить за границей», они как будто бы были аллюзией на будущее. Ну, она, мне кажется, не утеряла. Правительство. Немножко было. Антон Аристов сделал к ней великолепную аранжировку, которая отличается от оригинала. Похлопайте, пожалуйста. Дурявый потолок в моей крокотной кухне вербует ночь для беседы со мной. Я давно потерял счет бесчисленных числа, глазами хватаю, пространство пустое. Седуем ночь о присутствии года, о том, кому и с кем приятно спиться, о том, что на луне нет моральных уродов, о том, как славно жить за границей. Курящая ночь пленит звездным дымом, пьянит напитком из черной бездны. Брось, прекрасная игрушка пространства, твои усилия бесполезны. Побеседую ночь о присутствии года, о том, кому и с кем приятно спиться, о том, что на луне нет моральных уродов, про то, как славно жить за границей. Опять одеваешь посылевшие туфли и, не договорив, запинаясь, уходишь, неизведав свежести крепких объятий по пустынному небу. Постыло бродишь, побеседую ночь о присутствии Бога, о том, кому и с кем приятно спиться, о том, что на луне нет моральных уродов, про то, как славно жить за границей. Побеседую ночь о твоих приходах, о том, что мне может присниться, когда в твое тело взорван сают, ждущие чудо-отенокие лица. Побеседую ночь. Да, сейчас вторая песня из сравнительно новых. Мы вдвоем на холмах Развивается ночь красной луной. Я люблю, любишь ты, и свидетель у нас полночный покой. Все звезды сияют в тебе, ночами и даже во сне. Я вижу их утром и днем. Я знаю, мы будем вдвоем. Жизнь или смерть. Жизнь или смерть. Жизнь или смерть. В духах воды и огня Значенья пространств стекаются к нам. И стрелой мы летим Сквозь обыденность слов К вечным мирам. Все звезды сияют в тебе, ночами и даже во сне. Я вижу их утром и днем. Я знаю, мы будем вдвоем. Все знаки нет золотой. Сошлись над твоей головой. И в двери великих времен. Я знаю, мы вместе пойдем. Жизнь или смерть. Жизнь или смерть. Жизнь Иры. Жизнь. Еще одна песня, которая была написана на трех-четырех струнах уже в комнате в Париже. Антоша ее тоже, конечно же, всегда облагораживает, раздвигает космос во всех песнях. Бронь через небо. Бронь через небо. Не пишется, сердце не бьется, Налышится, что ты хотела. Печалила, очи прикрыла, Расстаяла. Очи, что солнца горящие, Горькие и настоящие. Бронь через небо с глаз копала, Чувство не грела. Сорять пасла, ой-е, врут через небо, ой-е, врут через небо, ой-е, врут через небо, ой-е, е-е-е. Свет не смеялся, все скалился, дождь не сочился, все ловился, с тучами, что хозяева, излияния раева. С лунами, что сменяются, со звездами, что не каются. А на что им видны плакаться, то, что им гордым маяться, а на что им видны мыкаться. А нечто тут не меняется, а нечто тут не горит огнем, а некто тут не светет с ума, а некто тут кому-то с головой. А не achieливайтесь, чтобы допнинуть, зовясь, верно, ой-е, врут через небо, ой-е, врут через небо, ой-е, врут через небо, ой-е, врут через небо, ой-е, е-е-е, е-е-е. Прочи из неба не пушится, Вечер, как он, как свиньи, кежился. На взрыве деревья проплакались, Чувствовать грех. Прочи из неба, ой, е, Прочи из неба, ой, е, Прочи из неба, ой, е, е, е. Через небо, брат, Через небо, брат, Через небо, брат. И напоследок, какая басанова, посвящается она Алексею Хвостенко, вошла в одномерный диск памяти Алексея Хвостенко. Музыку написал мой друг парижский Вадим Михалюк. Стихи мои, Антоша тоже немножко оранжировал по-другому, но в принципе похоже, как было в оригинале. Итак, отвергнутый царь. Музыка Века без зимнего страха Дни опадают на плаху И я, как отвергнутый царь Стихов не несу на лдах Когда бы мы были моложе, то пели опять же все долго, Но вой календарных комет на стопе в разливе лес. Вот день, не начавшись, весь вышел, стучит и стекает по крыше, Да тихое пение птиц прожит, как утрепит ресницы. А в небе звезды все круто, Огонь их немногим нужен, Под этой долгой луной. Мы остаемся с тобой за синим бескрайним морем. Нас не достанет горе, Снежинно-хранцующий кровь Дает намаз с тобой, Как пчелы в ластовой уль, Как холостые пули. Мы ускоряем бег, Умер двадцатый век. А-а-а-а-а-а-а На-на-на... Без мега, без зимнего страха Не опадают на плак И я, как ответ на ты царь Стихов не несу на льдах Без снега, без зимнего страха Без снега, без зимнего страха Без снега, без зимнего страха И я ж тут царь Без снега, без зимнего страха Без снега, без зимнего страха И я ж тут царь И я ж тут царь Царь Спасибо огромное всем вам за то, что вы поддержали. Спасибо вам. С вами была группа «Бород Осталик». Два, два, три. Спасибо. Да, если есть какие-то вопросы, Эдик, что у нас по времени? Нужно, по-моему, 10 минут осталось, да? Ну, в принципе, тут... Как я понял, 4 часа, потому что сейчас в оркестр, минут 10 у нас всегда есть. А ты асфальт не помнишь? Если поддержите, будет здорово. Ты выкрывал ночью ненужные ноты, Отчего-то забыл любимые строки. Ты не смог угадать правильный голос Из молчания статуй под ударами рога. Этот странный, холодный, асфальт-калый город, Где бывает счастливым, лишь случайный прохожий. Тот, кто верит и ждёт, всегда идёт прямо. Пусть здесь поэты играют в кино одно и то же. Ты сошёл с ума от желания быть добрым. И от горя, что песни — это не крылья. Ты не смог рассмеяться, а это так просто. Ожидая дождя в комнатах пыльных, Ты не станешь носить новую маску. Потеряешь себя в надуманном шесте. Ты растратишь идти и выключишь мысли. Продолжая идти, ты застынешь на месте. Это странный, холодный, асфальт-калый город, Где бывает счастливым, лишь случайный прохожий. Тот, кто верит и ждёт, всегда идёт прямо. Здесь поэты играют в кино одно и то же. Ты не помнишь меня, ты насквозь замерзаешь. Замерзаешь. Поборов холода, ты, наверное, расстаешь. Ты растратишь. Почему же друг друга мы выбираем? Две свободные птицы мы опять улетаем В этот странный, холодный, асфальт-калый город. КОНЕЦ КОНЕЦ Это странный холодный асфальтовый город АПЛОДИСМЕНТЫ МЕРСИ БОКУ МЕРСИ БОКУ МЕРСИ БОКУ МЕРСИ 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 БОКУ МЕРСИ БОКУ МЕРСИ БОКУ МЕРСИ БОКУ До новых встреч! Слушайте, давайте еще раз. Попасть в кадр. Да, проходите. Да, брат с вами. Может быть, было бы лучше, а давайте, да. Да, да, вот не зря же шел. Давайте сейчас, кадр будет великолепный. Да, да, да. Да, да. Класс, скажи, Нагорковский, там парк? Что там еще жадуют? Месячные отразные парки, вокруг. А где мы можем встретить, слышишь, Саша, там же Мехикласс говорит, парк, где мы можем встретить, чтобы мы потеряли? Скорее всего, мы все надо, с тобой думали. А, хорошо. Да. Просто так интересно попал. Я вам знакомую в нашу. В нашу? Да. Меня просто закрыли. Слышь, она... Антон, чем кто? Да. Классно. 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 Наташенька, ловлю момент! Ты снимаешь фото? Да. Идет, идет. Классно. Классно! 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 Классно. Вот вы остались одни девушки. Мы одни! Надо шić, тоже... Мы одни! Мы одни! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я тебе, ну, я прошу? А-да-да. Это видео или фото? Да, это видео. 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 Ой, ну давай. Давайте, давайте. Ох ты какая компания. Сейчас, сейчас. Секундочку. Угу. Секундочку. Ну все, ручками. Даааа. Ну беги, 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 беги. Внешний ряд. Ну беги, беги. Проходи, проходи. Проходи, проходи. Да, но все у них есть. Ведик, сложи камеру. Да? Я уже все сказал. Еще. Так, еще девушка присоединяется. Кто пришел, да, подержали. Ну я, собственно говоря, другого не ожидал. Я даже знал, мой такой смен, на кто придет. Да, 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 да. Он же начальник. Николай. У него уже деньги. Да, конечно. Да, конечно. Я, 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 я же сохраняю. У вас записано. Убирайте. Хорошо. Ну а чего это не хватает? Давай быстренько. Ведем. 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 Присоединяй. Из-за указанного металлопис. У вас Victoria, это будет полной блоги. Гор keine звезды. Наверноеails. Важное место существует. Давайте. Похоже. Ну, что вам classes. Это сейчас. glucides. Сп mockery. Ведем, например, ктоcidos. Субтитры сделал DimaTorzok